Слава Господу, братья и сестры, за прекрасное собрание, за то, что мы ощущаем присутствие Духа Святого на этом месте. Вы знаете, Слово Божье не раз советует нам через апостола Павла, там говорится, что «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, и так поступая, спасешь себя и слушающих тебя». То есть, Слово Божье советует, чтобы мы научились, говорит, вникай в себя. То есть, мы, к сожалению, наверное, в последнее время такое вот, мы очень сильно замечаем друг за другом, очень сильно замечаем за кем-то, но за собою мы часто многие вещи не замечаем. Многие вещи мы, помните, я начинал уже об этом говорить, кто-то выразился очень точно, говорит, иногда сатана нам одевает или черные очки, или розовые. То есть, искажает наш взгляд, искажает. То есть, ты будешь или все в розовом, или все в черном, но не так, как должно. И есть один хороший способ поправлять свое видение, да, свой взгляд. За Христа, помните, что пророчество о Христе говорит, что он будет судить не по взгляду очей. Ему не надо было, чтобы кто-то что-то рассказывал за человека, потому что Дух Святой ему открывал все, да, и поэтому он видел насквозь человека. И вот Слово Божие говорит, что если мы будем сближаться с Ним, мы будем спокойны. Если мы будем вникать в Слово Божие, нам сегодня Дух Святой напомнил об этом. Нам надо постоянно напоминать, что нам надо в Слово. Это древнейший путь, но он самый верный. Самый верный путь – это Слово Божие. Вникая в это Слово Божие, так апостол Павел говорит. И поэтому нам нужно, нам нужно постоянно вот это иметь в виду, что, к сожалению, когда мы начинаем охладевать, когда мы где-то начинаем отступать, страх Божий почему-то испаряется из нашей жизни. И человек даже начинает грешить в этот момент. Понимаете? Потому что страх Божий ушел. Страх Божий, когда уходит, тогда он начинает грешить. И наоборот, если страх Божий присутствует в сердце человека и в жизни его, тогда он бодрствует. Тогда он бодрствует. Говорит, хозяин дома бодрствует, не дает подкопать дом, не дает, чтобы кто-то пришел и что-то там похитил, потому что он бодрствует. И Слово Божье насчет взгляда, да, говорит очень много. Помните, мы часто читаем место, мы часто читаем место Священного Писания, когда преломление происходит. Говорит, если бы мы судили сами себя, то не были бы осужденные. Если бы мы сами себя судили, то есть меньше занимались бы другим, потому что я очень хорошо могу замечать недостатки другого, где он прав, где не прав, но вот что касается себя, не очень. Не очень. То есть я думаю, что все хорошо у меня. Ну, слышите, как Дух Святой говорит, что он может, он видит, да, он видит больше, он иногда будет и обрезать, да. Это так. Потому что Слово Божье, Слово Божье говорит, невеста Христова, она должна в должное состояние прийти. Потому что если бы сегодня пришел бы Господь, наверное, мы оказались бы не сильно такими, знаете, ожидающими, не сильно бодрствующими, потому что, ну, к сожалению, так бывает. Бывает, и нам надо, и никто не оправдается перед ним. Так же? Каждый чувствует свое сердце и говорит, Господи, помоги мне. Помоги, я сам, сам не смогу, сам не смогу спастись. И поэтому Слово Божье говорит, у нас есть помощник, у нас есть Дух Святой, у нас есть Слово Божье. Все средства благодати Господь дал для того, чтобы мы с вами могли спастись, для того, чтобы мы с вами оказались ожидающими. И поэтому Слово Божье, Слово Божье в многом говорит именно о взгляде. Помните Псалом 118, 18 стих? «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Представляете, вот почему нам надо просить всегда благословения, когда читаем Слово Божье. Давид говорит, «Открой мои очи, чтобы я мог увидеть, без тебя я не смогу даже увидеть, чудеса закона, то есть оживи вот это Слово для меня, чтобы оно было живо для меня, чтобы оно проникало туда, где оно должно проникнуть». Посланник евреям говорится, оно проникает до разделения души и духа, состав его мозгов, судит намерения, помышления сердечные. Мы даже не можем представить ту область, где это. Это очень глубоко. Это очень глубоко. Но Слово Божье, помните, как Христос говорит, «Да, в законе вот так сказано, но я вам говорю». Там сказано, что вот так и так, но я вам говорю, только посмотрел. Еще же ничего не делал, только посмотрел, уже согрешил. Вы понимаете, да? То есть еще, насколько выше требования у Христа, насколько выше благодать Его. И поэтому сегодня, насколько сегодня важно держать глаза открытыми, то есть открытые глаза, то есть правильное видение, правильное видение. И знаете, Господу всегда нравится человек, который, как мы сегодня слышали, уже братья напоминали, который идут прямым путем, которые, потому что если какими-то кривыми путями, то никогда на тех кривых путях не найдешь Господа. Но Господь другое говорит. Помните, для того, чтобы приблизиться к Господу, был такой посланный человек перед приходом Христа, Он говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье. А потом Он говорит, что исправьте, исправьте пути, да? Всякий дол да наполнится, всякая гора да понизится, всякая кривизна, она выровняется. Вот это, вот это обязательно действие, потому что я не верю, иногда, знаете, посмотришь на человека, Он живет как Ему угодно, Он бывает даже, в речи слышишь, такие слова выскакивают, нехорошие, а Он мне говорит, а мне Бог то сказал, а мне Бог вот это сказал. Любая мысль, которая пришла Ему в голову, Он говорит, что это Бог сказал Ему. Понимаете? Я в такие вещи не верю, потому что знаю, что Господь так не говорит, Господу надо приблизиться, а то некоторые вещи нужно сделать в своей жизни. Пути неровные выровнялись, чтобы вот эти кривизны поправились, вот это и есть, потому что это надо путь приготовить к Господу, путь приготовить к Его откровениям, к Его Слову, и без этого вряд ли получится. Может быть, кто-то чего-то там будет говорить, но это не будет Божье, понимаете? Бог всегда говорит, смиренным дает благодать, смиряться призывает, призывает к очищению, призывает к смирению, призывает к такому, к приближению к Господу. Вот этот Дух Божий, да, Он призывает к таким вещам. А если, говорит, ну, не обращает внимания, Он просто ходит налево-направо, Бог мне вот то сказал или то. Я такое не верю, потому что по Слову Божьему это не так. И Слово Божье говорит, что были времена в Писании, когда, допустим, если мы читаем числа, числа 22-я глава, с 21-го стиха. Здесь вот написано за одного пророка Божьего. Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою, пошел с князьями моавицкими и воспылал гнев Божий за то, что он пошел. И стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей и с ним двое слуг его. И увидел ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валаамову к стене. И он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом, воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. Отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму, что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз. Валаам сказал ослице, за то, что ты поругалась надо мною. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя. Ослица же сказала Валааму, не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала и до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобой? И он сказал нет. И открыл Господь глаза Валааму. И увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое. И сказал ему ангел Господень, за что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И так далее. Видите, так получилось, что даже, ну, пророк, он оказался, ну, взгляд его был неправильный. Ну, кто-то, мы из проповедей знаем, что говорит, ну, что-то его ослепило, может, там какие-то подарки пообещали, и все-таки, ну, он как-то так, ну, пошел с этими князьями. Но, здесь вот, когда ангел объяснил, то он говорит, а путь его все-таки, все-таки был неправ пред Богом. Так же, да? Все-таки был неправ. Поэтому в узком месте ожидал его ангел с мечом. В узком месте там встретился Господь с ним. И когда ослица даже увидела, то она, ну, такие вот чудные действия произошли. Но это происходило, пока открыл Господь глаза в Аллахаму и увидел он. В конце концов увидел, вы понимаете, Божье действие произошло, он открыл ему глаза. Вы знаете, мы должны тоже молиться и просить, Господи, помоги нам. Помоги, открывай глаза наши, чтобы... ты знаешь, ты знаешь, как вразумить любыми путями. Да, хорошо через пророчество, да, хорошо, но и слово, когда мы будем читать. Или во время сновидений вразумляй нас, Господи, чтобы ты направлял нас, чтобы мы не были слепыми, чтобы мы не вслепую шагали или на ощупь, как в темноте, но чтобы нам видеть. И этот пророк, он, видите, он, Бог все-таки сказал, иди, и мы знаем дальше эту историю, и он пошел и благословлял народ Божий, благословлял. И помните, другой момент, уже Самуил, тоже пророк Божий, пришел помазать на царя. И все сыновья, и он так посмотрел, вот это точно он. Такой высокий, вот, такой, но Бог говорит, нет, это не он. И всех перебрал, нету, а что, у тебя больше сыновей нету, есть там еще там мальчик, подросток, можно сказать, там, где-то возле овец. Говорит, не сяду кушать, пока не позовешь и его сюда. И когда пришел Давид, тогда было сказано этому пророку, да, это он, помажь его, помажь его на царство. То есть, что я имею ввиду из Писания, мы видим, что нужно Божье действие. К сожалению, без Бога мы ничего не можем. Мы не можем, наш взгляд портится, наше, мы видим не так, как нужно, но нужно Божье ведение, Божье управление. Это, чтобы Дух Святой нас направлял, потому что без этого мы даже видеть правильно не можем. Когда-то Господь призывал одного пророка, и все вы его знаете, а он говорит, да я еще молод, Господи, да я еще молод, может, кого-нибудь другого пошли, а он потом спрашивает, а что ты видишь? Я вижу то и то, правильно ты видишь, правильно ты видишь, то есть он проверил, говорит, значит, кому я тебя пошлю, пойдешь, все, что нужно будет, скажешь, будут слушать, не будут, и помните, этот, его так часто называют плачущий пророк, он говорит, Господи, такое впечатление, со всей землей у меня спор, война, да, то есть, только заговорю, они вот так, и так далее, то есть, спорю со всей землей, но так Господь повел, и этот величайший был пророк Божий, пускай Бог благословит нас сегодня, я хочу, чтобы мы помолились, и благословит Бог каждого из нас, кто сегодня на этом собрании, чтобы Бог был с нами, когда читаем Слово Божие, когда нужно проверить свое сердце, чтобы мы правильно видели, а то нам кажется, ну, вроде бы все нормально, вроде бы все нормально, все хорошо, но когда приходит Господь, когда приходит Божий Дух, мы начинаем понемножку прозревать, мы начинаем прозревать и видим, о, и то не так у нас, и это не так, и надо поправлять в своей жизни, если мы хотим, чтобы Бог действовал, если мы хотим, чтобы Господь продолжал действовать, Давайте мы склонимся еще, помолимся пред Богом. Аминь.